Не торопись! Пристреливаются и разминаются через пару минут на старт. Нужно быть в форме в эстафете поколений. По летнему биатлону соревнуются взрослые, ветераны и совсем юные спортсмены, которые только-только начинают спортивный путь. Первый раз, дебют, всегда первый раз страшно. Стрельба мне очень нравится, как стрелять, все сейчас с оружием. Ну и лыжи тоже, тоже интересуются. А на Олимпиаду-то есть планы? Ну, надеюсь. Буду тренироваться, я там посмотрю. Андрей Устинов преследует, преследует Сергея Рыбина. С 9 до 70 лет возраст участников. Малыши стреляют из пневматического оружия, взрослые из малокалиберных винтовок. В гонке на скорости меткость участвуют и члены сборной страны по биатлону. Настоящие звезды Павел Волков, Екатерина Копырина и, конечно же, председатель Союза ветеранов биатлона Алтай по совместительству организатор стартов Сергей Локтев. Вот такого уникального в России нет, когда вот с 9 лет и до 70 лет у нас. Это такие соревнования, они, в общем-то, мы традиционно проводим посвященные победе в Великой Отечественной войне в честь 9 мая Великой Победы и поддержки наших вооруженных сил, вот тут спецоперации, которые проводятся, поскольку мы все понимаем, насколько важно решить те задачи, которые поставил президент. По итогам эстафеты золото взяла сборная Алтайского края, серебро Барнаула и Новосибирска, бронзу – атлеты из Алтайского и Камчатского краев. Помимо кубков и медалей, пять самых перспективных биатлонистов получили стипендии. Около 50 тысяч рублей вручил каждому Александр Локтев. Стипендия выплачивается самым топовым спортсменам, которые показали результат. Там они с союзом биатлонистов определяют данных спортсменов и вот по окончании сезона выплачивают. Ну, собственно, выплачивает союз биатлонистов-ветеранов Алтая совместно с Федерацией биатлона города и Алтайского края, ну и совместно с моим фондом социальных проектов. Семья Локтевых отмечает, что с каждым годом Алтайский биатлон покоряет все больше вершин. Наши атлеты все чаще попадают в национальную сборную страны благодаря комфортным тренировочным процессам и хорошей поддержке на всех уровнях. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.